Торжественное открытие нового здания поисково-спасательной службы состоялось сегодня в Наринмаре. По соседству с ними расположенный центр ГИМС, арктический комплексный аварийно-спасательный центр, первая пожарно-спасательная часть. Таким образом, основные спасательные службы сосредоточены в одном месте. На торжественном открытии здания поисково-спасательной службы побывала Любовь Пермякова. Ну что, готовы? Готовы? Поехали! Сегодня окружная поисково-спасательная служба распахнула новую страницу истории. В торжественной обстановке прошло открытие комплексного здания общей площадью более 1000 квадратных метров. У вас очень непростая работа. И то, что вы приходите на помощь людям, попавшим в сложную ситуацию, Причем, будь то стихия, будь то обычная человеческая глупость, будь то нештатная ситуация, очень здорово, что у нас в округе есть структура, в которой работают ребята, готовые всегда прийти на помощь. И я убежден, что работаем в непростых климатических условиях. У нас Арктический спасательный центр, у нас Арктическая поисково-спасательная служба. Конечно же, вы должны работать в нормальных человеческих условиях. Теперь 45 сотрудников, которые по долгу службы принимают участие в поисково- и газоспасательных работах, а также аварийных, связанных с тушением пожаров, на счету которых за 15-летнюю историю более 5000 спасенных жизней будут работать в новых комфортных условиях. В двухэтажном здании находятся складские помещения для хранения оборудования и спецодежды, и учебные кабинеты, комната отдыха, есть даже тренажерный зал. Для хранения катеров и другой дорогостоящей спецтехники предусмотрен тёплый ангар. Мы единственное, у нас есть такая штука. Закупалась при этом. Разработали, распланировали, в денежки позволяли. Приобрели очень сильную вещь, перекусывали. Всего на оснащении спасателей находятся 4 единицы специальной инженерной техники, 15 автомобилей, 7 единиц плавательных средств. Есть всё необходимое для работы подразделение. Осталось только привыкнуть к новой комфортной обстановке. Любовь Пермякова, Вадим Новский, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова